Всем привет, с вами Прия. Очень много нововведений, которые должны были быть еще в самом начале BFA, отложились до неопределенного времени. И одно из таких нововведений это маунт Чела, который должен был быть доступен в принципе со старта Battle for Azeroth. Что в итоге? В итоге мы получим этого маунта только в обновлении 8.2.5 и получить его смогут игроки Альянса этого маунта. Но кататься наверное могут обе фракции. С целью того, чтобы получить ездовое животное, нужно начать некую цепочку заданий, которая начинается конечно же в долине Штормов. Собственно, что нам нужно сделать? Мы прилетаем в это самое место, можно сказать почти к полетке медоварни Мильденхолов. И при этом у нас должен быть призванный питомец. Одна из каких-либо пчелок. Мы открываем свою коллекцию, вводим пчела, пчелка какая-нибудь совершенно любая, которая нас интересует. Все подходящие пчелки будут нам показаны. Первый это приморский шмель, второй это обычный жмель, который дается за достижения, третий это медоносная пчела. Приморский шмель покупается на аукционе, либо покупается за обычные педбаджи у ордена возрождения Шторма. А жмель это питомец, который дается за достижения, пчелы лучшие друзья, там процесс весьма сложный, но не будем об этом. Медоносная пчела дается за битвы питомцев в долине Штормов, то есть можно просто побегать по этой медоварне и выловить. Выбирайте абсолютно любую пчелу и призывайте ее. Я советую вам запастись этими пчелками до обновления 8.2.5, потому что скорее всего цена на приморского шмеля вырастет. Вырастет. Жмель я не думаю, что вы успеете сделать, потому что там его по-моему недельку нужно делать. Но медоносную пчелу выловить конечно можно будет в первые часы 8.2.5, но опять же зачем заниматься этим 8.2.5, если этим можно заняться заранее. Что нам нужно сделать для начала? Нам нужно подбежать к баре и призвать пчелку. Призываем, активируется диалог. Активируется диалог и после которого наша пчела начинает жужжать, танцевать, делать какие-то странные действия. Ну и после того, как она покружит, нам появятся некоторые зеленые войд-зоны на полу. Далее нам нужно следовать по ним. Лететь, лететь, лететь до тех пор, пока мы не найдем новый улей. Улей находится всегда в одном месте, поэтому мы просто-напросто летим к этой горе и уже увидим большое скопление сот, меда и абсолютно всей продукции пчел. После того, как мы прилетаем, активируется опять же небольшой диалог, небольшая сценка. Эта цепочка действительно богата различными сценками, диалогами и всем-всем-всем прочим абсолютно, что нужно сделать. Нам нужно поговорить с Барри, он нам скажет, что нам ей нужно что-то дать, наверное, чтобы втереться к ней в доверие. А если мы попробуем зайти в пещерку, то на нас потом просто налетит улей пчел, нас портнет на кладбище и их характеристики понижатся на 5%. Что нам нужно сделать? Нам нужно идти соты, которые разбросаны абсолютно по всей долине штормов. Ну, в принципе, тут обычно всегда лежат, хотя, наверное, при старте 8.25 придется полетать и что-то поискать. Забираем соты, лутаем жидкое молочко и отдаем пчеломатке жидкое молочко. Начинается еще одна катсцена. Самое главное, после того, как вы отдадите жидкое молочко пчеломатке, не забудьте поговорить с Барри, чтобы запустить все эти танцы, обниманцы и жужжание. Ну и после нескольких минут ожидания пчеломатка становится нейтральной и мы можем спокойно зайти в пещеру, в улей. Что мы можем тут увидеть? Мы видим трутня, мы видим пчеломатку, которая уже стала нейтральна и придает нам различные товары. То есть, ароматный цветок, который вроде бы как работает наподобие свистка и переносит нас к этому улью, а также какой-то квест интересный. К тому же, этот улей медокрылов считается особой фракцией. И он советует нам покормить куколку тем самым жидким молочком, которое мы изначально предлагали пчеломатке. Предлагаем и нам дается первые 22 единицы репутации с ульем. Также в тот момент, когда мы отдали маточное молочко куколке, она растет и получает некоторые очки репутации с нами. Ну, то есть, можно сказать, это наподобие земледельцев, прокачка идет. То есть, была как основная фракция земледельца в Пандарии, так и отдельные какие-либо мопчики. Только тут мы ограничиваемся всего лишь одним мопчиком, и это фуражер-куколка, которую мы будем растить, впоследствии она станет нашим маунтом. Барри выходит из этого улья и также предлагает нам различные товары. Самым полезным товаром, я считаю, очки пчеловода. Очки пчеловода позволяют в течение одного часа отображать на миникарте соты с пчелиным молочком. Для чего это нужно? Ну, знаете, в тот момент, когда стартанет 8.2.5, очень много людей будет летать, фармить все эти соты, пытаться найти их. Ну, а просто-напросто, если надеть очки и смотреть на миникарту, можно прекрасно увидеть эти соты и спокойно уже их лутать. Потому что я вот думаю, я пока тут пролетел, я уже что-то потерял. Долина штормов, конечно же, преобразится с обновления 8.2.5, и будут добавлены различные мопцы и ивенты. Убив Медодава, можно получить репутацию, а также всякие интересные и полезные итемы. 1375 репутации просто за убийство моба с 3 миллионами хп. Это сказка? Сдавая молочко синего качества, мы получаем 80 очков репутации, ну а сдавая молочко зеленого качества, получаем 20 очков репутации. И являясь хуманом, вы будете получать на 10% репутации больше. Также тут будут различные ивенты, то есть пообщавшись с фуражером, мы делаем различные странные жесты. Это действие приводит к началу боя. Кстати, жидкое молочко является бое-итемом, то есть оно может продаваться на аукционе. Бак или фича – вопрос хороший. Я думаю, будет неплохую цену стоить это молочко на аукционе. Каковы ваши предположения? Быть может, это ивент на время, и чем больше мы набьем волн, тем ценнее награда. Ну, в итоге получаем 7 жидкого молочка. Конечно же, после того, как мы его получили, мы направляемся к улью и скармливаем абсолютно все нафармленное куколке. Получаем 5-6 единиц роста, а также по 22 очка репутации абсолютно за каждое сданное молочко, за каждый сданный итем. Есть, конечно, и редкого качества итемы, и эпического, но пока что еще ничего не понятно о том, где фармить, как фармить. Что самое интересное, абсолютно все, скажем так, сцены, абсолютно все микроквисты, сделанные с барри, они вообще нигде не написаны, во входе об этом ничего нету, и, можно сказать, приходится двигаться на текущий момент почти наугад. Быть может, при выходе 8.2.5 все это поправят. Надеюсь на это, что самое главное, игроки не запутаются при выполнении данной цепочки. Всех вам благ, счастья, здоровья, скорейшего получения маунта пчелы желаю вам, берегите ноги, до скорого!